Добрый, добрый день! А это где? А это где? Нет, это не в Караганде. Приветствую всех, мои хорошие! Наконец-то, наконец-то мы вместе! И, наконец-то, вы соскучились по работе. Сейчас я вас буду заставлять работать. А что мы будем делать в бане? Какая работа наша идет в бане? Естественно, чем в бане занимаются? В бане солят чимчи на зиму! Так, небольшой рум-тур нашей бани. Не хочется ее мне показывать, но покажу. Ладно. Для начала посмотрим. Итак, это наша парилка. А что у нас в парилке? Конечно, конечно! В парилке должны храниться фрукты. Муж, в общем, говорит, из-за двух-трех дней мороза я буду спускать, что ли, туда в погреб. Не буду я спускать. Говорит, здесь нормально будет. Помните, эти яблоки, груши наши? Он, в общем, обложил со всех сторон вот эти коробки пенопластом. И, в общем, говорит, не замерзнут. Я говорю, отвечаешь тогда ты за них. Вот так. Дальше. Это наша мойка здесь находится. Вот сначала, ладно, покажу мойку. Вот там предбанник, конечно. Вот такая мойка у нас. Это чимчи, который мы будем солить. Это наша капуста квашеная. А это бочка для чимчи. Муж ее уже принес мне. Я ее помыла, сполоснула. Сверху у нас лежит камень для груза. А под ней белая крышка, да? Под камень мы будем ложить ее. Так, лавка, на которой обычные люди моются, да? Ставят свои тазы. Но у нас здесь застелена простынка. Лежит доска, нож, чашка с солью, с поварешкой. И чашка, еще одна на всякий случай. И еще ведро на всякий случай стоит. В общем, это у нас сегодня будет рабочий стол. Все, я сейчас беру чимчи, вот это все, пекинскую капусту, чищу, подготавливаю. Дальше покажу. В принципе, вы уже знаете, что мы будем делать и как делать. Но покажу, как я буду делать. Так, чищу я ее примерно вот так. Срезаем кочерыжки, снимаю верхний слой. Вот так. И попадаем. Что за предача? Вот ведро на вас стоит, видно? Видно. Вот такое я выбрасываю сюда. Так, хочу, ты сейчас пакет возьму. Так, соль по-панаму нужна, как чашка-то же. Кочерыжку. Следующая. Кочерыжку. Сюда. Это сюда. Здесь снимаю несколько слоев. Сюда. Сложу ее сюда. Следующий. И так далее. Вот смотрите, я почистила, помните, который у меня в пакете было, 9 кочанов. 9 кочанов почистила. Сейчас я вам покажу, как я чищу, как подготавливаю капусту в засолке. Вот я взяла такую страшненькую, которая у нас вот была, да. Снимаю несколько верхних. Вот. На один слой примерно вот так я сняла. Смотрю. Вот здесь она грязненькая, да. Вот здесь кочерыжка грязненькая. Я же не буду ее до победной снимать, чтобы у меня там ничего не осталось. Поэтому я вот так немножко срезаю здесь до чистого места. Здесь отрываю. Вот так чистенько делаю. Если бы мы были вдвоем, второй человек уже бы его делил пополам и закладывал. Но я делаю одна, поэтому пространство еще у меня небольшое. Вот у меня набралась чашка, я ее сейчас буду закладывать в бочку. Сейчас наберется еще чашка, еще раз буду закладывать в бочку. Сейчас я покажу, как я ее закладываю в бочку. Так, как бы сделать, чтобы все в одном месте было. Чтобы туда-сюда с камерой не бегать. Так. Как помните, да, я говорила? Красный пакет, там кочерыжки и все, что я выбрасываю. А вот здесь вот такие вот листья. Я потом переберу их более-менее чистые, хорошие. Я сделаю быстрое чимчи. Быстрое чимчи, как делать, вы знаете. Так, давайте, наверное, да. Вот так видно? Вот так видно. Вот так, по-моему, хорошо, да? Так, берем, значит. Как резать? Пекинскую капусту, вы знаете. Берем ее, делим до середины и разрываем рукой. И я ее вот так положу туда. Это у нас осталось. Она там потеряется позже. Поэтому я ее сразу убираю. Вот так разрываю и ложим вниз. И ложим вот так вниз. Так, еще одно сюда. Вот у меня кочаны небольшие, поэтому я их делю пополам. Если у вас будут вот такие огромные, вы, конечно, можете их поделить еще на два, то есть на четыре части. Она, когда усаливается, она будет мягкая, маленькая. Поэтому не бойтесь, что она, типа, большая сейчас, она не будет большой. Давайте попробую показать, как они лежат в бочке. Так. Вот смотрите. Вот так они лежат в бочке у меня. Так. Еще немножко вилочков осталось. Сейчас я забросаю их. Вот пополам. Вдро. Муж туда, знаете, сейчас еще таскает картошку. Картошку уже перебрали. И такая, которая резаная была, там чуть-чуть подгнившая. Он их оставил в полгода и не спускал. И сейчас, говорит, там залезнет. Принесу ее сюда. Здесь тоже утепляет ее. Вот так. Так. Положили. Теперь, сейчас я вам показываю. У меня 10-литровое ведро. 10-литров воды. Набираю просто из-под крана. Вот сейчас. Смотрите, включаю. Не буду шуметь. В общем, на 10-литров воды я ложу простую иодированную соль. пол-пачки. То есть, пол-кило на 10-литров. Но ее надо предварительно хорошенько мешать, растворить. Со съемками все так сложно. А времени больше. Ну, ничего, мы сейчас быстро закроем. Вот. Сейчас, вот, допустим, говорят, соль не очень соленая. Можете не половинку, чуть больше положить. Вот. Я беру. Пол-пачки засыпала. Убираем. И вот так просто размешиваем, чтобы соль растворилась. Если она прям до конца не растворилась, ничего страшного. Большая часть растворится, остальное все равно положите. Капуста будет еще выделять свой сок, и все равно эта соль растворится там. Был бы у меня помощник. Видите, помощник, они стоял, помешал. А я бы тем временем чистила бы и закладывала бы уже следующую пасту. Но ничего, у нас не так много, поэтому мы сделаем это очень быстро. Долго-долго я ждала, то у нас погода... Погода же, помните, была теплая. И резко снег, похолодание. Вот, а так, каждый год, где-то в середине ноября я закрывала чимчи. В этом году вот чуть-чуть холода наши опоздали. Поэтому сейчас вот чуть-чуть с опозданием. Ну, ничего, закрыть же надо. Вчера, сегодня, думаю, может быть, попозже вот эта неделя будет холодная. Холод пройдет, потом потеплеет, может быть, тогда. Закрою. Это вам не лень говорила. А которая не лентяйка, Марго, она говорит, нет, иди, вставай, поднимай свое одно место и иди закрывай. И вот так прям сверху вот так мешаем. Все, ничего не осталось. Я сейчас наберу второе ведро. очистку. еще вот эту кочерыжку сильно глубоко не надо ее вырезать если вы ее сильно глубоко возьмете тогда у вас несколько вот этих листочков просто оторвутся а надо чтоб они держались кочеме поэтому чуть-чуть вот так поддеваете и убираете вот я знаете что решила не буду я складывать сюда потом сюда я вот сюда перетаскала себе сколько мне надо сразу так разрываю и складываю в бочку чищу верхний слой кто понял вот эти все обшметки вот эти дряблые все убирается все вот я убрала кочерыжку видите лишний висок оторвался желательно в стол вот так повыше чтобы стоять наклонилась поясница уже устала нечего плакать и наслаждаться немножко грязь это значит разрываем и смотрите сами да чтобы у вас с одной стороны вот такая куча не была с другой стороны яма регулируйте там внизу что более-менее получалось ровнее оба долба убираем я не люблю когда на зиму чем все такие маленькие вилочки большие большие вилочки чтобы были делю не на 4 на 2 части люблю белые такие чтобы белые были а бывает знаете вот здесь белая а вот и зеленая это как бы насколько я знаю это не очень хорошо на зиму когда на зиму так кушать нормально а на зиму лучше вот такие спелые белые кто-то наверно спросит а мыть вот скажите мне что здесь мыть я вижу что не надо мыть я ее снаружи все сняла что не нужно что не нужно вырезала потому что вдобавок когда мы будем доставать ее мы ее будем ополаскивать чистой воде под струей из-под крана будем полоскать если это в том случае если вы не пересолите если пересолите можете там сполоснуть и замочить немножко холодной воде чтобы соль у вас урегулировалась соль чтоб ушла делайте так чтобы у вас соль была в меру чтобы не пересолить помните да что мы заправляем у нас перец который мы заготавливали для чимчи он очень круто соленый если пересоленое чимчи у вас будет и плюс еще перец там есть его невозможно поэтому все в веру девочки мальчики а если вы побоитесь и не досолите тогда у вас это все протухнет будет каша если еще у вас в теплом месте где-то стоит чимчи не просоленное невкусное понимаете поэтому давайте учитесь делать правильно конечно методом проб и ошибок а если говорить я не умею и не делать тогда наверно легко живется этому человеку проще пойти купить делайте все сами наше ведро воды она не на полу стояла специально поставила тазик вы видели у меня все тазики осенью все вот здесь и потому что здесь мы ставим когда молимся и а печку задевает кто-то там моется допустим забывает возле печки оставляет я надеюсь к окончании сейчас возможно у меня все не влетит сюда буду закладывать завтра почему завтра потому что сегодня все что я положила она осядет помните дома который быстро я чимчи делали она за два часа до из двух контейнеров в один контейнер входило вот здесь точно же сегодня она полежит а сядет если то что не влезло мы заложим завтра всю соль чтобы соль не оставалась вот так и резким движением чисто и маленьким луч по углам по дырочкам где есть место куда большой не влазить вот попадаются вот такие сухие да но из-за этого не надо всю капусту прям дербанить ее бедную убираете вот эти вот я говорила для зимний чуть-чуть вот такие не очень я люблю когда чем-чина ведь она зеленая так она чистая но ведь зеленая капуста спелая прям ножом задеваешься она лопается слышу такой хруст это бочки у меня новые ну как третий год да мы в этот дом переехали я купила сюда эти бочки в том доме помните раньше спирт продавать 200 литровые были такие полостые синие бочки вот у меня там были такие бочки там кое-что у меня купили и у меня в общем бочек раздала бочек не осталось в этом доме купила другие бочки помешаем чуть-чуть помешали это у меня последние сколько 55 уже быть побольше оказывается на дне вот это на дне как он называется на дне мешка были покрупнее середине были мертвы у меня в в в в целое 20-литровое ведро не берусь не но для радоваться чтобы чем-то всю одну бочку в кубе то лишь грустить что очень мало чичи у меня одна бочка на сядет будет неполная бочка придется вот так убрать и так мало чичи еще такой попадается мы будем сейчас еще добавлять сюда воды но не до верху потому что завтра когда мы придем капуста опустится и она будет погружена в воде стоять потому что она сядет капуста размякнет сама выпустит свой сок который быстро чем че делаем думал же вы же вы же видели что я там ни капли воды не добавляю а на утро он полностью стоит уже в своем своем соку здесь такая же история я открываю пачку половину половину только выступала вот оставляю бочку здесь сегодня оставляю соль с вами здесь и ведро воды я оставляю здесь я ее засунула бочку камень довольно тяжелым и ложу сверху груз вот так оставляю я сегодня ее на ночь а с утра будем посмотреть вместе с вами сколько там воды сколько надо воды или не надо воды это будет видно утром так нож я заберу соль оставлю остается все а вы пока отдыхайте я здесь буду убираться так что это такое откуда я взяла это помните я 20 литровый набирала не набирала а вот такие остатки убирала вот так я их мыло процеживала сцеживала и в общем вырезала что мне нужно что не нужно вот убрала если бы например у меня была какая-нибудь живность которая есть это я могла отдать им куры там бараны может быть кушать я не знаю кто кушает их вот так как у них нет мне жалко это все выбрасывать тем более когда у меня мало чинчи вот видите в этих почти отходов я вот собрала на один контейнер сейчас это я заправлю как быстро и чинчи вы знаете как быстро и чинчи мы делаем как быстро и чинчи его заправлю будем кушать соберется один контейнер я уже 1 ложкой на один раз посолила нижнюю часть вот у меня остались остатки сейчас это доложу и заправлю вот таким образом я вырезаю лишнее все все что мне не нравится выбрасываю это у меня уже все последнее пришла домой пятки горят носки мокрые переодела колени никак не коленки ледяные завтра у нас похолодание в алмате ждем боимся муж пошел там все трубы в бане утеплять видели там еще у нас вода не замерзла в бане завтра может вдруг замерзлый пошел все укуплять дайте проверим пишем или не пишем 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 айдусь гороховый суп будешь я вкусно сварила гороховый суп сварила сегодня гороховый суп смотрите сколько чемча у нас осталось так мы кушаем чемчей я похоже тогда сяду одна накормлю их большую работу мы с вами сделать самую важную мне кажется за все время я каждый раз себе находила оправдание чтобы откладывать засолку чемчей у всех вопрос а что дальше а что дальше наверное да остатки чемчей я засолила получился большой мой контейнер целый который там было я в маленький судочек переложила так что у нас еще на две недели есть быстрого чемчей в запасе мы можем не торопиться с этим чемчей в бочке завтра проверим ну как я говорила да нужно ли будет там долить воды нужно что нужно посмотрим по ходу дела бывает очень много воды вот так сверху да капуста садится а воды много наливаем наливаем думаешь там ой там мало воды мало воды надо утопить и вот так много воды нальешь потом капуста оседает садится и сверху вот столько воды вот столько воды сверху не нужно обязательно нужно чтобы сверху капусты была вода но не столько потому что бывают у нас допустим морозные дни это все может замерзнуть и все потом до весны не дождетесь чуть или надо будет ходить колоть помните раньше так было и хочу вам сказать что методов чинчи на зиму очень много хотел так сказать вот так способов сейчас наверное нужно стоит стоит сказать все удивятся может быть скажет да вы что до сих пор да я хочу сказать что я закрываю до сих пор по старинке как мне один раз показали так я делаю вернее сейчас я даже немножко еще больше усовершенствовала то есть облегчила себе задачу я чем-то оставляю в таком виде сейчас она сядет я проверю все закрою крышкой и она у меня всю зиму стоит сейчас так никто не делает я закрыла дать потом когда мне нужно я иду с чашкой набираю себе 12 две половинки это мне на неделю где-то дать заношу домой сполосну нарежу заправлю его и вот так судочек и мы кушаем так вот так сейчас никто не делает сейчас заводит специальные холодильники для чинчи многие закрывают не в бочках достают вот это все чинчи потом его сразу за заправляет то есть обмазывает вот этими специями которые мы приготовили до перед скручены может кинзу там добавят еще кто что хочет еще добавлять но обязательно вот эту перцовую пасту которую мы накрутили ее ею обмазывают через раз до через два листочка и вот так складывают и в эти судочки ложат когда хотят кушать тогда они достают 12 сколько им надо нарезаем другую посуду и едят я покажу вам оба метода покажу вам свой самый старинный это меня и юлия борисовна ларина мама научила представляете сколько лет назад наверно 25 лет назад это точно и с тех пор я делаю так даже лара уже так и делает лара делает как я вам рассказываю она обмазывает потом через несколько дней достает через две недели достает обманывает перцем и ложит судочек будем делать эти два способа которые я делаю его я вам покажу обязательно не знаю если вот здесь да много людей кто не делает чем чита из вас для вас это как не делают не делать вот так она делает и делает но уже люди современные делают судочка ставят в отдельных холодильнике вот эти судочки и хранят в холодильнике а я храню вот как как раньше хранила как я заправляю так и заправляю так он у меня стоит если я у меня нет специального холодильника если я вот это все обмажу перцем и оставлю там я же не буду все заносить сюда домой оставлю там в этих судочках оно вот как только у нас весна начнется или теплые дни начнутся все скиснет поэтому я оставляю так и заправляю столько сколько мне нужно вот в таком виде чисто просто соленом виде она хранится дольше так же если кто-то хочет закрыть чимчи но нет пекинской капусты или не кушаете пекинскую капусту как у нас здесь корейская капуста и русская капуста корейская капуста это пекинская капуста русская капуста это белокочанная капуста можете так засолить точно также как пекинскую и белокочанную капусту если большие вилки делим на 4 если небольшие вилки делим на 2 к чашку точно также немножко вырезаем и точно также солим бочки а потом точно так же как чин-чин направляем вот и все у меня тут муж повадился там ребята я ему уложу вот в такой тоненький судочек у меня есть тоненький судочек чин-чин ложу чтобы ему на два дня хватало он в тот день второй день по моему бежит я говорю что ты хотел что-то надо я говорю я тебе несу суп он говорит нет чин-чин я говорю ты чин-чин забирал он как закончился да оказывается там делится и они хотят просят и едят в общем тоже чуть им нравится почему они не делают игру кто-то не умеет кто-то не хочет кто-то на базаре покупает не знаю почему некоторые люди едят но не делают вот эти вещи по вчерашнему дню день был прекрасный правда вы не видели домой зашла и говорю дом милый дом я устала вчера гулять но атмосфера божественная сказочная настроение поднимается знаете и уже чувствую что вот-вот скоро новый год придет музыка играет огоньки горят не то что дети взрослые радуются классно немножко сначала конечно не огорчилась что я хотела вам показать наши горы сблизи такие красивые горы чтобы вы тоже полюбовались ими а то издалека издалека все время показываю но вот не погода подкачала не столько сколько город хотела показать сколько горы хотела показать наши ладно увидим на мы наши горы еще еще я так не люблю морозы холод сегодня тоже вот так оделась 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 сверху еще халат надела думала замерзну еще это шерстную кофту так длинную оделась снизу нет там же двигаешься не замерзла единственное говорю коленки у меня только заверли оказывается сейчас чувствую что они замерзли а так сама не замерзла что еще хотела сказать комментарии сейчас я села ответила на ваши комментарии спасибо большое за ваши отзывы за то что вы отвечаете понимаете посмотрели ответили посмотрели ответили и мне интересно что людям это интересно проходит потихоньку к новому году будем куколкой мои пошли смотреть мужчины из кухни выгнала сели смотрят рататуй вдвоем дед и внучка покушали меня оторвали вы от работы покушали уходите теперь выгнула дверь закрылась здесь ему завтра на работу ой так рада так рада что чинчи запрыли все теперь будем кайфовать отдыхать кстати у нас опять снег идет муж говорит сегодня не буду чистить потому что он еще и идет он придет через два дня почистить я уже не возьму лопату давят там у нас был маленький кусочек я все время выбегала мне так хорошо было когда я выскакивала и чистила сейчас мы сейчас я себя берегу не то что я боюсь трудиться боюсь заболеть не хочу больше болеть вот такие дела давайте прощаться увиделись услышались платок еще с улицы пришла не снимала не так тепло в дюм все дорогие мои обнимаю целую вас не забывайте писать главное смотрите до завтра